На очередном заседании антинаркотической комиссии под председательством главы администрации Кашхабского района Заора Хамирсова обсудили первоочередные вопросы, связанные с профилактической работой с населением, направленные на недопущение увеличения числа наркозависимых среди жителей муниципалитета. По первому вопросу повестки дня о принимаемых мерах по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе и с использованием информационно-коммуникационных технологий, доложил заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Заид Шиков. Уявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств является важной составляющей частью борьбы с общей уголовной преступностью и осуществляется органами внутренних дел в пределах предоставленной им компетенции с использованием сил, средств и методов, предусмотренных законодательством. За 8 месяцев 2023 года на территории Кашхабского района сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 3 факта. Аналогичный период прошлого года – 5, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждение 2 уголовных дела, что на 4 дела меньше прошлого года. Направлено в суд 3 уголовных дела. Отказ на возбуждение уголовного дела по различным основаниям по одному факту. Открываемость данного вида преступлений в настоящее время составляет 100%. АППГ аналогично. Всего под преступлением, поставленным на учет информационный центр МВД по республике Эдеге, из незаконного оборота изъято более 62 грамм наркотических средств марихуан. За 8 месяцев 2023 года к административной ответственности по линии законного оборота на Путьков привлечено всего 32 лица, а ППГ – 27. Ежеквартально проводятся индивидуальные профилактические беседы с лицами, допускающими немедицинское потребление наркотиков, а также с лицами, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику. Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел является профилактика. Строится эта работа по принципу общей индивидуальной профилактики с учетом возрастной социальной категории граждан и может охватывать сразу несколько профилактированных направлений. В проведении оперативно-профилактических операций и мероприятий наряду с сотрудниками полиции активное участие принимают представители министерств, комитетов, муниципальных образований, общественных объединений, в том числе правоохранительной направленности. В истекшем году 2023 года проводились мероприятия федерального уровня. Это общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в марте месяце. «Спасем жизнь вместе» — это социальная реклама антинаркотической направленности. Также «Дети России» оперативно-профилактическая операция. Федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал АРАКС» в мае месяца текущего года. Все эти операции и мероприятия проводились в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконного оборудования наркотиков, предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и перекрытия каналов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и так далее. Работа спортивных школ района по вовлечению детей и молодежи в систематические занятия спортом, организации проведения мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, о деятельности средств массовой информации по освещению профилактической работы, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, были рассмотрены участниками заседания. Подводя итоги, глава районной администрации отметил, что сбавлять обороты в данных направлениях нельзя. По каждому из пунктов будет усилена работа.